Девушки отдыхают Сейчас потеплело Здесь мы будем выходить за общий грибок Печка будет устанавливаться Пламень тена Печка, которую я рекомендую А этот заказчик ко мне пришел Посмотрел пару видео Посмотрел обзор тены Посмотрел другие обзоры печей И пришел к выводу, что Давайте поставим тену Давайте за гильзов, давайте будете работать Единственное, что я с ним встречался полгода назад Это было летом Шахта кирпичная Размер кирпича 350 на 250 Все эти моменты со мной согласовывались Дымоход будет приставной Будет загильзовка 150 диаметра IC будет 304 Об этом я поговорю с вами немножко позже Толщина металла 1 мм Вот так выглядит Труба, которую мы сделали Это кирпичный дымоход Но мы его не трогали Мы загильзовали нержавейкой Толщиной металла 1 мм И вышли на 30 см выше уровня грибка Теперь пойдемте, я вам покажу Почему я это делаю Для чего И я вам советую так же вам делать Нам очень повезло, что на этом объекте Мягкая кровля, по которой можно перемещаться Потому что снег Напоминаю, декабрь месяц Если было моментально Черепица у нас гораздо больше времени ушел Потому что необходимо было бы страховаться Смотрите Вот у нас труба Во-первых, труба вся собрана по конденсату Здесь 30 см сейчас до верхнего края Немножко мне тяжело говорить Поэтому не надо на это ссылаться Просто мне сейчас тяжело говорить Очень холодно Холодно, мороз не забываем И поставили кольцо уплотнение Для чего вообще выводится назад этот общий грибок Объясняю Здесь есть несколько причин Во-первых, здесь рядом вентиляция И не дай бог Дым, который будет отбиваться от этого грибок Попадет вам в вентиляцию Вы просто можете угореть Понимаете? Это очень опасно Поэтому на эстетику Оттяните на второй план Сделайте так, как положено Спите в безопасности И живите, конечно Это раз Во-вторых, если вы оставите даже Просто кирпичную накладку с таким грибком То дым, он отбивается в грибок Вот этого у вас нету У вас дым весь соприкасается с грибком И от грибка уже начинает грязь, конденсация течь вот здесь Он начинает течь сюда, по металлу Сливается вниз Здесь будет в дальнейшем оштукатурено красиво Цвет покрашено И все начинает течь вот по этому вот элементу По грибку общему Но это же некрасиво Это же некомфортно, когда вы увидите, что такое стоит у вас Поэтому ни в коем случае не делайте так Вы видите за общий грибок Все Обратите внимание еще На что я обращаю ваше внимание Как я делаю Я по крайней мере стараюсь Потому что когда я укомплектовываю дымоходом Когда дымоходы именно мои, которые я продаю Я грибки поднимаю вот так вот высоко Для чего это делают? Меня поймут печники Которые давно работают в этой теме Которые грамотно делают свою работу Отвечают за свою работу Дым, он должен выходить Если бы это был бы твердотопливный котел Я бы грибка вообще сюда не ставил Не ставил Во-первых, они запрещены Во-вторых, они не нужны Почему? Потому что котел постоянно работает У него постоянные нагрузки И здесь все было бы потом Все в потеках Здесь вот эти 20 Сейчас 22 сантиметра Почему? Потому что у меня вот это мерило Да? Вот Крайние точки пальцев Это 22 сантиметра Для информации, кто не знает Вы можете пользоваться Проверить, какое у вас расстояние Очень часто помогает Поднимаете выше Здесь идет проветривание Дым Он отбивается Почему я говорю сантиметров 30 Поднимите, но минимум 25 Он отбивается и начинает ложиться Вот на грибок Если он Вы вывели вот таким вот образом Буквально 10-15 сантиметров Потому что вам не нравится С эстетической точки зрения Когда торчит вот такая труба То дым не успевает подняться вверх Он начинает ложиться вот на кровлю И металл тем самым тоже будет портиться Здесь Отбивается дым Он начинает опускаться Стелиться И потом начинает приподниматься Вот для чего Надо оставлять минимум 25 сантиметров А лучше немножко больше Ну до полуметра Потому что больше чем полуметра Уже труба вообще Некрасиво смотрится И если так ставить То конечно Должна быть резкая причина Еще эту трубу Также можно было Сделать в утепленном варианте Ну я на данном объекте Посчитал что это не обоснованно И лучше ли это? Да это было бы возможно лучше Но хуже да Хуже тоже не было бы Можно было здесь Вставить трубу С изоляцией Там канал 250 150 на 250 Полуметра трубы Можно было вставить Ну не полуметра Метровая Она подрезается Поэтому Здесь тоже Все будет работать Никаких проблем Здесь не будет Здесь в печке Я сейчас спущу Скажу какую температуру Она выдает И здесь все равно Температура будет Довольно высокая Несмотря на то Что здесь 6 метров трубы Натяги от отражаться Не будет Потому что Вы должны понимать Или знать Когда работаете Есть такие объекты Где утепленная труба Она обязательно должна быть И также То что у вас труба Не утепленная Это может сказываться На тяге Да Но не на этом объекте На этом объекте Все будет хорошо Все Я пойду спускаться Здесь реально Очень красиво Тихое место Мы сюда даже Чуть заехали Буксовали В итоге Я когда ехал Говорю Здесь наверное Должно быть Классно Приехать сюда Зимой На Новый год А так как человек Хочет сходить Все к Новому году Сюда Возможно Приехать Но здесь Будет Классно Все И сейчас Мы находимся В комнате Это зал Это кухня То есть Вот здесь Будет у нас Кухня Вот здесь Возможно Телевизор Диван Не знаю Это будет Такой Центр Это очаг Где будет Собираться Семья Где будет Тепло На данный момент Это основное Отопление Она к нам Приехала Это пламень Тена Печка Чугунная Отличная Печка Давайте Я сейчас К ней Попозже Подойду Расскажу По дымоходам Потом Мы вернемся К печи Смотрите В этой печи Есть Подключение Заднее Есть Верхнее Что значит Заднее Подключение Это сразу Идет Выход Назад Мы поставили Розеточку Она необходима Давайте Все таки Видеокамеру Переведу Чтобы вам Показать Конкретно В данной печи Есть Два Подключения Есть Заднее Есть И верхнее Верхнее Используется Не через Эту плиту А через Фирменный Патрубок Это Реально Только Производители Сделают Такие вещи Которые Заботятся Не хотят Быть Конкурентными На рынке Вот такой Вот Патрубок В английском Стиле Сделан Также С выходом Под 150 Диаметр Но он Подсоединяется Довольно Хитро И здесь На заднее Подключение Вернее На верхнее Подключение Я Если вы Обратили Внимание Не сторонник Верхних Подключений Здесь его Вообще Нельзя было Использовать Потому что Мы бы Отошли Далеко От стенки А так У вас Дымоход Не будет Виден В дальнейшем То есть Когда Плитка Ляжет Будет сделана Вся отделка Будет реально Красиво И вот Шиберную заслонку Поставили Поставили розету Снова повторюсь Когда отделка Будет сделана Просто розеточка Приставится К стенке И Не будет Видно Монтажного Отверстия Внизу Сделали Сделали Мы Прочистку Вот эта Вставка Тоже Заказчик Еще не Решил Я ее Оставлю В дальнейшем Захотят Обрежут Захотят Оставят Может быть Лючок Просто поставят Но это По факту Будут решать Когда вопрос Коснется К самой Отделки Так Стоится Заглушка И Прочистка Производится Снизу Так как Дом Невысокий Это Очень комфортно Можно залезть Сверху Прочистить А здесь Просто Отсюда Все достать Через Вот этот Тройник Внизу Сборник Конденсата Надо Необходимо Заглушку Туда еще Одеть Чтобы Конденсат Не пошел Потому что Все равно Он будет Никуда Вы от этого Не денетесь И труба Пошла Вверх Крепление Одно И крепление Второе Сейчас Поговорим Немножко О дымоходах Здесь Использовался Дымоход IC304 Толщина металла 1 мм Заводского Изготовления Сварка Тиг Сварка Раструбное Соединение То есть При соединении Внутри У вас нет Никакого Залужения Сечения Почему Использовал Единицу Потому что Заказчик У меня спросил Дмитрий Какой бы ты Дымоход Поставил себе Посоветуй мне Вот этот Дымоход Я смело Бо себе Поставил Можно ли Было Сюда Поставить 430 Скажу Так Можно А почему Обосновать Потому что Нормальные производители Нормальные производители Если вы возьмете Характеристику Они указывают Температуру Выхода Выходящих газов Вот здесь Температура Указывается 265 градусов Возможно Это будет Немножко больше Даже невозможно Это будет больше В районе 350 градусов Я думаю Это факторы такие Какой древесиной Вы топите Какая высота Дымохода Поэтому 300-350 градусов Будет температура 430-ка IC Используется До 400 градусов Не верите мне Откройте сертификат Трубы СТБ 1856 В республике Беларусь Труба Для дымоходов Должна быть Сертифицирована И я встречал Правда Одного производителя Т450 Прошел сертификацию В Польше Я не знаю Каким образом Потому что У всех остальных Заявляют Т400 А в 304-й Стоит Т600 Это максимальная Температура Выходящих газов При котором Дымоход может Использоваться По российским Производителям Мне очень часто Звонят И спрашивают Дмитрий Какой дымоход Можно поставить У нас в России Не можем найти Единицу Смотрите Здесь я вам отвечу Все очень просто Российский рынок И белорусский По дымоходам Отличается Кардинально У нас есть норма У нас нормируется В России Производится Продается Все в подряд Лишь бы Одни покупали Вторые производили Так работает На данный момент Рынок У нас тоже Этот этап был Слава богу Он прошел Это было лет 8 назад Постепенно Постепенно Все стало в свое русло И двигаемся В сторону Европы По крайней мере Европейских стандартов В сторону Европы Муханул я Поэтому Обращайте внимание Чтобы это была Заводская труба Обращайте внимание Желательно Но не желательно Чтобы это была Тиксварка И минимальная толщина металла Чтобы это было 0.8 На российском рынке С 0.8 проблем нет С единицей Да Есть производители Я не буду рекламу некую давать Есть производители Которые выпускают 1 мм Но как правило Это идет 0.8 мм И мой вам совет Не экономьте Не ставьте Там первых пару метров Единицы Либо 0.8 А потом 0.5 Не надо этого делать Пусть продавцы Впаривают На рынке Людям Которые не смотрят Ютуб Людям Которые не читают Информацию 0.5 при возгорании Сажи Как правило Выходит из строя Ну и не с первого раза То с третьего точно Как продается на рынке труба Ставится просто Пару метров трубы Единица А потом 0.5 Там же температура меньше Ну конечно она меньше Да А при возгорании сажи Никакой там меньше Температуры нет Поэтому ставьте Либо 0.8 Либо единицу И конечно Чтобы была заводская труба С документами С наклейками Но если наклеек нет Хотя бы какие-то документы Давались на трубу Это очень важно При выборе дымохода Ну и здесь Еще раз повторяю Заказчик попросил Сделай как себе Ну я бы эту поставил Б другую себе Толщина металла 1 мм Теперь возвращаемся К нашей печке Печка чугунная У печки Вес ее 165 кг 7-11 кВт Номинальная По-моему 9,5 Да Заявляемая мощность 9,5 кВт И по классу Энергоизбережения Она идет А+. В Европе Сейчас с этим Очень все серьезно И тот Кто по классу А проходил Сейчас у них Будут проблемы Я знаю Что есть Производители Которые уже Двигают Дорабатывают Свои печки Чтобы уже Входить в европейские Стандарты Плюс Почему Да потому что Это очень важно На нашем рынке К сожалению Рубят все На коленках В гаражах Продают Хватает Ну да У нас такой рынок Никто Выбросок ЦО И Не беспокоится А с чего Это вообще складывается Чем Выше класс Энергоизбережения Соответственно Будет Меньше температура На выходе Домоходов Соответственно Увеличивается Коэффициент Полезного действия Печи Ну вернее Эффективность печи Увеличивается Хорошо Это конечно Это хорошо И только Когда будут нормы Когда их будут Придерживаться Все будет отлично Так По выбросам ЦО Сказать вам Ну давайте Уже скажу Если уже задел Эту тему Так По ЦО Так 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 Ну здесь А 13% ЦО Что это вам говорит Да ничего Как и мне Ладно Смотрим Это печка Ее очень хорошо Разрекламировали Очень хороший обзор У Степана Есть В нашей теме В Республике Беларусь Его знают Сейчас и на российских Каналах его знают Кстати Степан знает Он продвигает этот проект Поэтому посмотрите Задавайте ему вопросы Человек адекватный В этой теме Очень давно И по печам По каминам Он знает гораздо больше Чем я Но не по дымоходу Да Печка Под сподовым горением Печка У нее Открывается Дверка Здесь везде Стоит плотный Термошнур Это очень важно О чем О чем Это говорит Термошнур Говорит о следующем То что печка Герметична Что здесь Производитель Боролся Именно За то Чтобы печка Не была дырявая За то чтобы Не поступал Воздух Извне И посмотрите Как они сделали Окоемку стекла Какая форма у нее Представляете То есть это вам Не шарашкина контора Которая выпускает Миллион печей в год У нее есть Пружинка устанавливается То есть Если вы забыли Закрыть дверцу Она сама автоматически Закрывается Воздух у нее Снизу не поступает Еще раз Это не колосниковое горение Это Кодовое горение Воздух предварительно Поступает Вот через эти Вот Карманы Прогревается И теплый воздух Уже Заходит В Внутрь топки Для горения Это вообще отлично Также горение Регулируется Вот через Эту вот Регулировку Это тоже Очень важный Элемент Который позволяет Добиться Оптимального горения Шивер я дополнительно Ставлю Потому что Немножко печка По другому реагирует У нее есть Такая ворошилка Колосника нету Здесь закрывается Все Но вы можете Сам сольный ящик есть То есть Движение Поступательно Возвратных Вы очищаете Залу Вернее Залу Спускаете Элемент Для того Чтобы дрова Не уваливались Двойная стенка У нее стоит Слева И справа Там На той стенке Видите Отверстие Это Для оптимального горения Воздух подается В камеру сгорания И также У нее еще Конвекционная Залукованная Есть Экранчик Который позволяет Воздуху проходить Эффективно Через нее Поэтому Вот эта печка На белорусском рынке Стоит там В районе 800 долларов Любуйтесь Эту печку Я могу рекомендовать Эту печку Я рекомендую Потому что Заказчикам Еще раз повторюсь Он говорит Посоветуйте мне Какую-нибудь печку Я ему предложил Он увидел ее сначала У меня на обзоре У меня есть на обзоре Я сделаю скидоч Ссылочку внизу на нее На этом я свой буду Видео обзор заканчивать Подписывайтесь на мой канал Потому что Еще Я не сказал Одну вещь Эти печки Есть с водяной рубашкой У меня будет На следующей неделе Обзор Конечно Я не знаю Когда вы его увидите Обзор По Монтажу Дымохода Для Тены термо Все С вами был Дмитрий Михайлов Подписывайтесь на мой канал Заказывайте Монтаж дымоходов Всем хорошего настроения До новых встреч Пока